Детские улыбки, широко распахнутые, восхищенные глаза, так ярко и весело вот уже седьмой раз проходит замечательная акция «Вместе подарим улыбки детям» для первоклассников из помогательной школы, организованной представителями предприятий и общественных объединений Ленинского района Бреста. Я не первый раз участвую в таких вот акциях, и не только в акциях, но это как бы повседневная, может в другой раз не такая афишируемая работа перед средствами массовой информации, потому что не только накануне учебного года, но в процессе жизни, в том числе детей, которые действительно по состоянию здоровья, они не обделены как государством, так и общественными организациями. Мы действительно много уделяем внимания для того, чтобы вот такую категорию людей, детей, в первую очередь, интегрировать в наше общество. Так как это традиционная акция, и когда мы вот разговариваем с директором вспомогательной школы и говорим, мы ждем в этом году тоже ваших первоклассников, они, конечно же, очень довольны, они с радостью идут, им очень нравится. Мы все вместе, это наше общественное объединение Ленинского района, представители предприятий, хотят подарить детям улыбки и, конечно же, помочь собрать в школу. Для того, чтобы новый учебный год прошел успешно, для будущих первоклассников заранее были закуплены 24 комплекта канцелярий и школьных принадлежностей. А теперь у каждого ребенка будет позитивный настрой на учебу, а также все необходимое, что понадобится в ее процессе. Мы, конечно, очень сильно благодарны, что нас пригласили. Я пришла с дочкой, с Софией. Я считаю, что для таких детей, для особенных наших деток, это очень им приятно, для них делают праздник. Не всегда мы, родители, можем подарить детям вот этот праздник, который нам могут подарить раз в год, и дети очень счастливы, очень довольны. Ну а праздник продолжился, и самым ярким и долгожданным событием дня стало посещение игровой комнаты. Акция «Вместе подарим улыбки детям» в очередной раз подарила лучики тепла каждому из ребят и родителей и обязательно вернется в следующем году.